Суперлуния на фоне самого высокого здания в Казахстане, полет кометы, северное сяня и ряд других уникальных снимков работы казахстанского фотографа Дмитрия Доценко покоряют тысячу людей по всему миру. И наш корреспондент Алишер Накипов познакомился гораздо ближе, чем мы с Гульнарой, с творчеством этого удивительного фотографа. Дмитрий Доценко один из самых известных казахстанских фотографов. За 10 лет работы в профессии алматинец стал автором многих уникальных кадров. Последняя его нашумевшая работа – видео Суперлуния на фоне самого высокого здания в Казахстане. Таймлапс уже набрал больше миллиона просмотров и разлетелся по многим зарубежным пабликам. Фотографией я давно занимаюсь, и глаз немножко наметан на какие-то ракурсы, интересные моменты. Астана – такой город контрастов. Я Луну часто снимаю, люблю в Алматы. Здесь решил немножко разнообразить лунную тему и снять в Астане, в чем интересность этих снимков. То, что восход Луны получился над самым высоким зданием в Казахстане. Это такое достаточно интересное явление. Я высчитал азимут восхода, чтобы она прям совпала, и нашел точку, откуда будет видно, чтобы она на Абу-Даби прошла. И выехал туда в нужное время, расставил оборудование. Вот где-то минут три снимал все это дело. Получились классные кадры. Среди работ Дмитрия Доценко есть и уникальные кадры кометы в небе Алматы, а также фотографии северного сияния. Миллионы просмотров и тысячи восторженных комментариев оставили подписчики казахстанца и под публикации, где он показал восход Луны над Алматинскими горами в районе пика юный геолог. Все мои фотографии, они чаще всего подготовлены. Редко, когда получается случайный кадр снять. И, например, если Луну снимаю, я заранее жду этот день, сверяюсь с погодой, чтобы еще повезло опять же с погодой. Потом высчитываю восход, азимут восхода, и по карте, уже по гугл-карте прям отмечаю, где мне нужно находиться. С Луной я недавно снимал тоже таймлапс в Алматы на фоне горы, восход Луны был, ее вот прям разрепостили, там около трех миллионов просмотров, сейчас уже даже больше, по-моему, набрало. И большие паблики прям пишут, мне подписчики скидывают, что вот, посмотрите ваши работы, там я захожу, там на 30 миллионов группы, вот, иностранные. И круто, они прям, мне одна группа, даже казахстанский флаг поставила на обложку, но это приятно, потому что, как бы, таким образом про Казахстан и Алматы узнают в мире. Дмитрий Доценко подчеркнул, что сосредоточен только на работах в пределах Казахстана, так как хочет показать всем жителям республики, что красот в нашей стране не меньше, чем где-то за границей. Регулярно я выезжаю и в Актюбинскую область, ездил в Мангистау, восточно-казахстанскую, ну, везде, в принципе, куда зовут, если и получается по времени, я с удовольствием еду, снимаю Казахстан, он весь такой разнообразный, от моря, там, да, снежных город, пустынь, да, просто супер. Здесь, мне кажется, огромная площадка для творчества, которая неисчерпаемая, жизни не хватит, чтобы все отснять. Известный фотограф признался, что мечтает запечатлеть красоты всех регионов Казахстана.